Вообще говоря про Юрсар, стоит сказать о том, что этот праздник был у калмыков еще до принятия буддизма и был связан непосредственно с нашей кочевой жизнью, с жизнью скотовода. Это как раз то время, когда наступал приплод скота, то есть заканчивался окот, наступал приплод, и в это время старались не резать скотину для того, чтобы этот приплод как бы удержался. Позже с принятием буддизма этот праздник, конечно, обрел еще более глубокий смысл, потому что это как раз тот месяц, в котором Будда Шакьямуни совершил три своих, наверное, главных деяния. Это рождение, то есть он родился в нашем мире, в наше время для того, чтобы дать нам учение. Это просветление, то есть он на своем примере, на примере своей жизни показал нам путь к просветлению, то есть сам достигнув просветления, после чего дал нам, собственно, учение. И уход к нирвану, это тоже его последнее деяние, которое для нас, для людей очень большой урок. Урок о том, что все составное непостоянно, и даже Будда, если он обладает своим человеческим телом, это человеческое тело также непостоянно, и рано или поздно этому приходит конец. То есть три вот этих самых главных деяния в жизни Будда Шакьямуни совершил именно в этот месяц. И эти три действия приходятся на 15-й лунный день месяца овцы. Но весь этот месяц для буддистов считается священным. И многие люди спрашивают, каким образом мы должны отмечать этот священный праздник, что мы должны делать, что наоборот необходимо отбросить. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что все наши духовные священные праздники, в отличие от светских праздников, на которых мы устраиваем гуляния, поем и танцуем, то наши священные праздники для буддистов — это, наоборот, время для усиленной духовной практики. Это время, когда все наши благие заслуги увеличиваются в 100 тысяч раз, и наоборот, все наши кармические результаты наших негативных действий также увеличиваются в 100 тысяч раз. Поэтому буддисты используют это время как хорошую возможность, чтобы продвинуться еще дальше в своем духовном развитии, чтобы продвинуться еще дальше в своей духовной практике. Поэтому все наши священные праздники, в частности, священный месяц Юрсар, буддисты стараются посвятить духовной практике, слушанию учения, постижению дхармы, то есть можно читать книги, слушать лекции учителей. Таким образом, когда мы слушаем лекции или изучаем дхарму, мы накладываем благие кармические отпечатки, и в силу этого священного месяца эти благие кармические отпечатки увеличиваются в сотни тысяч раз. Кроме того, в этот месяц буддисты стараются начитать как можно большее количество мантр, совершать простирания, совершать обходы вокруг ступ хурулов, совершать даяние, помогать бедным и так далее. То есть все действия, которые приводят к накоплению благой кармы. И наоборот, стараются не совершать негативных действий, которые приведут к накоплению негативной кармы. То есть люди в этот месяц отказываются от убийства. То есть если брать даже с исторической стороны, то, к примеру, еще при Дон-Дук-Душахане были государственные законы, которые запрещали в течение этого месяца даже резать скотину. То есть все калмыкии в это время переходили на цаган-идэн, или на белую пищу. Как раз это было то время, когда прошел лакот, и у нас было очень много молока, и другой кисломолочной продукции, сыры, твороги и так далее. И поэтому в течение этого месяца калмыкии переходили на белую пищу и не употребляли мясо. Кроме того, тоже стоит сказать о том, что это очень хорошая и очистительная практика для нашего организма. Практически во всех культурах мира присутствует время, когда нужно соблюдать пост. И это как раз в этот месяц Юрсар, когда и заключается он в том, что в это время мы не употребляем в пищу мясо, алкоголь и вообще любые продукты, которые добыты путем убийства. Также в этот месяц буддисты стараются брать на себя какие-то обеты, или, как мы говорим по-калмыски, церр. То есть, к примеру, берут на себя в течение церр, в течение этого месяца не употреблять мясо, или в течение этого месяца не употреблять алкоголь и так далее. То есть, это все делается для того, чтобы, во-первых, для чего нужно принимать обеты. Обеты, они защищают нас от совершения неблагих дел, соответственно, от накопления негативной кармы. Во-вторых, в силу обета у нас еще больше увеличивается буин, то есть благие заслуги. Почему? Потому что, к примеру, если мы просто не употребляем мясо, мы просто не накапливаем какую-то негативную карму. Но если же мы, приняв обет, не употребляем мясо, то уже в силу того, что мы дали обет перед Буддой, в силу держания этого, соблюдения этого обета, у нас накапливается благая карма от соблюдения этого обета. Поэтому буддисты считают это очень хорошей такой возможностью для накопления благих заслуг, особенно в этот священный месяц Юрсар. Но каким образом можно принять этот обет? Здесь, во-первых, обет можно принять перед учителем, с учителем или перед ламой. А также обеты можно принять у себя дома, перед алтарем. И даже тем, у кого нет дома алтаря, также могут принять у себя дома обет. Для этого достаточно, например, утром мы просыпаемся, представить перед собой Будду и мысленно пообещать ему, что в течение, к примеру, этого месяца мы не будем употреблять в пищу мясо, алкоголь, мы не будем убивать, воровать, лгать, прилиподействовать и так далее. И подумав таким образом, в нашем потоке ума, в нашем сознании возникает этот обет. И уже автоматически, даже круглые сутки, даже когда мы спим, когда мы ничего не делаем, если мы не нарушали этот обет, то к нам, у нас будет накапливаться благая карма, которая также будет увеличиваться и приумножаться, потому что мы это совершаем в наш священный месяц Юрсар. Но есть и обратная сторона. Если же мы нарушаем этот обет, то наш результат негативной кармы в силу нарушения обета, он также увеличивается 100 тысяч раз. Поэтому, если вы не уверены в том, что вы сможете держать этот обет в течение месяца, то нужно хорошо подумать, прежде чем принять этот обет. Но здесь учителя советуют поступить таким образом. Если у вас нет возможности держать, допустим, не есть мясо в течение всего месяца, попробуйте взять обет на полмесяца, то есть с 1 по 15 лунный день. 15 лунный день, как я уже говорил, это самый главный, основной праздник этого месяца. Это непосредственно тот день, в который Борхамбакше родился, достиг просветления и ушел в нирвану. Если же и в силу своего здоровья или еще чего-то, вы не можете даже эти 15 дней держать обет, то вы можете брать этот обет на 1 день. То есть, проснувшись утром, просто представив перед собой Будду, подумайте о том, что пообещайте Будду, что в течение этого дня до следующего рассвета, к примеру, вы не будете употреблять в пищу мясо, алкоголь там и так далее. Ну, какой вы обет берете. И таким образом до следующего рассвета у вас будет сохраняться этот обет. С наступлением следующего рассвета обет автоматически сам исчезает. То есть, не нужно делать каких-то там обрядов или ритуалов для того, чтобы снять обет. На какой срок вы берете этот обет, по окончанию этого срока обет автоматически исчезает. Таким образом, принимая в течение этого месяца на себя обеты, не употреблять в пищу мясо, алкоголь и так далее, кроме того, что это действие накапливает огромное количество благих заслуг буин и позволяет нам не накапливать негативной кармы. Это также является хорошей такой очистительной практикой для нашего организма, для нашего здоровья. Во многих культурах мира существует время поста. Мы знаем, у мусульман есть пост, у православных. И вот у буддистов тоже есть время поста. Это вот месяц юрсар. Кроме того, это с медицинской точки зрения очень полезно для нашего здоровья. И в конце от лица монашеской общины Республики Калмыкия хотел бы поздравить всех с наступающим праздником юрсар. И пусть сила тех добродетелей, которые мы накопим в течение этого месяца, принесет пользу всем живым существам.